Псевдопочтальон провожает пенсионера, помогает донести пакет с продуктами до квартиры. Иван Осипович и подумать не мог, что эта встреча обернется для него походом в полицию. Она говорит, о, я тебе уже третий раз прихожу, ищу. Я теперь за мамку работаю, я теперь тебе пенсии буду приносить. И все буду делать, убираться буду. Я подумал, за чистую монету. Потом женщина уговорила 88-летнему мужчину показать, где он хранит деньги. По легенде, ранее с пенсии ему принесли фальшивку, и она готова поменять купюру. Я говорю, да как они все одинаковые. Я найду участие. Ну, я с дурой ты показал, где она, цоп, деньги, и бежать. И убежала. Всю пачку. 110 тысяч. 38-летнюю женщину задерживали в сентябре прошлого года. Тогда она забрала у пенсионеров 45 тысяч рублей. В списке потерпевших были еще два жителя заводского района, обратившиеся в полицию. Под видом медицинского или социального работника, женщина проникла к ним в квартиры. После чего путем свободного доступа совершила кражу денежных средств. В отношении жительницы поселка Красный Тектильщик возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичных преступлений. Управление МВД России по городу Саратов призывает граждан быть бдительными. Не открывайте двери незнакомым людям, не впускайте их в свои квартиры. Если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий этой женщины, обратитесь по телефону, указанному на экране. Эллада Бжалимова, Евгения Лукьянова, Анатолий Чернов. Дежурная часть. Саратов.